Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Покошеварим. Сегодня вкусняшка, сегодня все как обычно, и это здорово. Приготовим мы сегодня овощную шавуху. Шаурма, шаверма, как хотите называйте, это будет, ну... Можно это шаурмой не называть, можно это называть овощами, завернутыми в лаваш. Но я все-таки хочу позиционировать это как шаурму. Вместо мяса, например, я буду использовать самый мясной в мире овощ, это баклажан. Еще можно грибочки использовать, кстати, тоже очень здорово зайдут, но мы сегодня без этого. Вообще ассортимент продуктов огроменный. У нас здесь, смотрите, куча овощей, лимончик для соуса, помидоры, огурцы, и орешки мы используем, и сыр плавленый, морковка по-корейски, капуста. Все, ребята, сделаем два соуса, белый и, естественно, красный. Болгарский перец, ну, короче, очень будет вкусно, очень будет сытно, несмотря на то, что это овощная шаурма. Первое, что мы сделаем, это запечем, как бы, главный овощ. Главный овощ у нас сегодня это баклажан, и такой второстепенно главный овощ это болгарский перец. И то, и другое я подвергну тепловой обработке в духовке. Болгарский перец, я с ним поступаю предельно просто, я беру просто фольгу и его оборачиваю. А вот с баклажанами я поступлю вообще-то тоже просто. Берем саму ручку. Острые ножи. Знаете, почему острые ножи, ребята? Всегда вам говорю, не бывает сказок. Ножи острые от того, что вы о них заботитесь. Так, нарезаем пластинками. Я хочу пластинками нарезать. И запекать я буду пластинками. Хотя баклажаны можно и целиком запекать. Теперь вот эта вот известная штука с баклажанами, что они горчат. Действительно, это правда. Баклажаны, ну вот процентов, наверное, 60 на 40 попадаются горькие, попадаются не горькие. Я не знаю, в связи с чем, потому что, видимо, они что-то впитывают в себя. И, короче, чтобы избавиться от горечи, надо им дать пропотеть. Пропотеть баклажаны, как и любой другой продукт, может от соли. Мы это все посолим, оставим на какое-то время, и они начнут выделять влагу. Я даже сейчас не буду засаливать в воде, как я это обычно делаю. Я хочу вам показать капельки пота баклажанов, представляете? И все, я оставляю на 20-30 минут. Сейчас баклажаны начнут выделять влагу вместе с горечью. Вот, видите, да, через некоторое время баклажаны вот так вот начинают выделять влагу. Как раз эта влага, она забирает с собой, соответственно, всю горечь. Сейчас мы их промоем и просушим. Промываем под проточной водой. Я немножко их просушу, так, знаете, формально, потому что мы сейчас запихнем в духовку. Естественно, вся влага, она сама по себе испарится, но все-таки, все-таки немножко я их высушу полотенчиком. Теперь берем какой-нибудь пергамент или вот такой вот уже убогий, убитый лист, непригораемый. И выкладываем баклажанчики. Делаем такой мини-рататуй. Баклажаны я сбрызну оливковым маслом. Баклажаны любят оливковое масло. А у меня, кстати, ароматизированные, с тимьяном. И еще разик немножко посолю, так как я их до этого, как вы помните, промыл. И можно отправлять в духовку. Так, вот вниз я ставлю баклажанчики. А вверх на решетку положу болгарские перцы. И пускай они вместе запекаются. Где-то у меня 180-200 градусов. Запекаться они будут минут 20-25 можно. Чуть больше, чуть меньше, непринципиально. Запекаться они будут одинаковое время. И болгарские перцы, и баклажаны у нас будут готовы в одно время. Поэтому забываем на 20 минут смело про то, что у нас там происходит в духовке. А пока мы сделаем соусы. Потому что им желательно дать время настояться. Начнем мы, пожалуй, с белого соуса. Который я буду делать на основе чего-то кисломолочного и чего-то майонеза, короче. Я смешиваю один к одному сметану и майонез. Мне нравится так, ребят. Если хотите, можете делать там на кефире, как хотите. Но мне вот соотношение один к одному мазика и сметаны мне очень нравится. У меня майонез, если что, оливковый. Это основа соуса. Дальше мы ее начинаем уже наполнять какими-то вкусами. Ну, естественно, чеснок. Чеснок я пропущу, естественно, через пресс. Можно натереть, можно нарезать. Ну, 3, может быть, 4 зубчика, вот где-то на 200 граммов соуса. Будет хорошо. Так, это не убираем, нам еще пригодится для красного соуса. Здесь же я использую укропчик. Для красного соуса я буду использовать кинзу, а тут в качестве зелени я добавлю укропа. Порублю его поменьше и добавлю к соусу. Далее у меня есть кориандр. У меня нет кориандра молотого. У меня есть такой кориандр в зернах. Я его, соответственно, возьму на себя смелость перемолоть. И сделать прекрасный запах бородинского хлеба у себя на кухне. Ну, вот примерно так. Немножко сюда добавлю. И в красный соус, который у меня делаться будет на основе протертых томатов, сразу и сюда добавлю. Кориандр и там, и там хорошо. Ну, раз уж мы начали делать и красный соус, давайте добавим сюда кинзы. Кинза вообще во всякие восточные блюда отлично заходят, поэтому... Хотя немногие ее любят. Я тоже не любил. Что-то в последнее время стал хорошо к ней относиться. С кинзой, наверное, лучше не злоупотреблять. Я добавлю половину от того, что нарезал. Чисто так, для цвета. И вот еще чуть-чуть. По традиции сразу добавим чесночок и во второй соус. В белый соус я добавлю немножко лимонного сока. Можно добавить цедры, но я не хочу слишком, она яркая. Смотрите, сразу мычем и тот, и другой соус солим. Также поступаем с красным. В красный я добавляю черного перца. В белый не добавляю. К красному соусу, чтобы сбалансировать кислоту томатов, я добавляю сахар. И оба соуса перемешиваем. Вот, если хотите, кстати, на этом этапе добавьте еще кефира, чтобы этот соус был пожиже немножко. Хотя мне нравится вот такая плотность. В общем-то, два соуса у нас готовы. Отлично, что у нас есть время для того, чтобы они настоялись, тогда вкусы все перемешаются. Смотрите, еще можно добавить на самом деле в соус молотых грецких орехов. Ну, потому что у нас такое овощное получается блюдо, да, и грецкие орехи, они всегда с овощами хорошо сочетаются. Например, с баклажанами. Я, наверное, действительно добавлю грецких орехов. Сейчас в блендере их измельчу для начала. Засыпаем орешки. Да что там, все, которые у меня есть. И измельчаем. Часть орешков я добавлю к соусу. Можно сказать, авторский соус от Покошеварь. Ореховый. Пойдет. Пока соусы у нас настаиваются, мы с вами подготовим овощи. Начнем мы с лучка, с огурцов, с помидорчика, например. Нарежу это все, ну, произвольно, то есть, как я хочу. А я не знаю, как я хочу. Просто порежу вот так вот, наверное, пластинками. Пока мы тут с вами болтали. О-хо, пошло. У нас приготовились баклажанчики. Перчики пока оставлю. Пускай еще пекутся. В общей сложности 25 минут. Я на 25 минут поставил баклажаны, потому что у меня они навалены так друг на друга. Поэтому подольше они у меня постояли. Продолжаем нарезать овощи. Огурчики. И красный лучок тоже добавим. Его порежу полукольцами. Я лук сейчас мариновать не буду, то есть, меня как раз устраивает его сладость, его горечь. Поэтому оставлю в том виде, в котором он есть. И еще я добавлю капусты. Кто не любит капусту в шаурме, не добавляйте. А я люблю капусту в шаурме, поэтому я добавляю. Вот так вот. И теперь можно еще ее измельчить. Перчики тоже подзапеклись. Все. Перцы полежали где-то полчаса. Они мягкие. Все оставляем остыть. И потом будем собирать уже шаурму. Вот такие вот они вымокшие. И вот, кстати, смотрите, разница. Вот этот перец я хорошо запечатал, а у этого перца маленькая дырочка в фольге была. Ну и все. Сколько смогли. Поснимали мы кожуры от перца. Немножко порежу перчик на такие кусочки. Так, вот у нас лавашек. Я думаю, я буду делать не очень большую шаурму. Я поэтому пополам разделю. Я лучше сделаю по количеству больше. И начнем потихоньку формировать. Так, сначала выкладываем мощно ложку белого соуса. Он у нас, видите, такой густой. Далее немного капусты. Тоже злоупотреблять капусту я не хочу. Ладно, например, пара баклажанчиков. Вот так раз. Сюда также раз. Вместо мяса, да? Свежие огурчики. Красный лучок. Все ингредиенты, естественно, по желанию. То есть, если вы не любите лук, не добавляйте лук. Запеченный перчик. Немножко корейской моркови. Можно добавить плавленый сыр. Например, у меня тут сыр с грибами. Несколько кусочков. Это хорошо. Сверху добавляем красного соуса. И на самом деле шаурма-то получается немаленькая по объему. Но лаваш это все держит прекрасно. Хороший лаваш попался. Вот так. Все, сейчас у нас остался последний этап. Это запечатать на сковородке, на гриль, на какой угодно. Ну, желательно на сухой. Но я, тем не менее, у меня гриль такая стремная. Я немножко маслом смажу шаурму. Вот той стороной сначала, которую я сначала припечатаю. Это сторона шва, естественно. И выложу на разогретую сковородку гриль. Можно сверху чем-нибудь прижать. Но это по желанию, как вы понимаете. Опа. Две первые шавухи у нас приготовились. Хочу я попробовать. Одна, правда, на сковородке протекла немножечко. Разрежем, посмотрим, что там внутри у нас. Ну-ка. Еще вроде порядочно выглядит, да? Осталось отведать, что у нас вышло. Шаурма с овощами. Не, пахнет здорово. Благодаря соусу и выглядит она, в общем-то, очень даже неплохо. Но сейчас посмотрим. Спросите, а надо ли мне мясную шаурму сейчас? Вообще нифига не надо. Очень вкусно, очень сочно, очень здорово. Мне очень нравится. Корейская морковка много добавлять не надо. Чуть-чуть она добавляет сочности. Соусы подходят. Баклажан прекрасен. Это очень вкусная шавуха. То есть вот даже если мне сейчас предложить, что выбрать там с мясом или вот такую без мяса с баклажанами и с кучей овощами, кучей овощей, я бы даже, наверное, такую выбрал. Это реально вкусно. Повторяйте, делайте именно так, как я показал. И результат вас предельно порадует. Очень сочно и вкусно. Всего вам вкусного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!